Вот мы приехали в Корчино. Тут Алексея Семеновича живет отец. Решили посетить Алексея Семеновича как болящего. Сейчас сперва заехали к отцу, спросим, где он находится. Внизу крючок еще. Не достать, да? Там не достать. Ну сейчас надо крикнуть хозяев, да все. Все захолощено тут. Добрый день. Здравствуйте. Мы правильно попали? Попали. Да, правильно. Семен Тосисков тут живет? Нет. Да, да, да. Говорите что там? Добрый день. Здравствуйте. Как зайти как вам? Сейчас зайдете. Проходите. А мы думали, что это? Вчера поздно легли, вот встали. Понятно. Только не снимайте. Но Алексея-то на эту улицу живет или нет? Нет, здесь есть. Это Алексея? Да. 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 Потом идите бою туда, чтобы там не разуматься. Увидит только Семена. скажи иначе он не слышишь мир до всему скажи что он отдых он отдыхает сейчас встанет подойдет мы сейчас не напустим комаров выходите да нет нет мы тут не развиваемся так решим сколько мы тут дров перекололи ну алексей семенович что ему надо доброе утро посмотреть дрова то купили нет так спроси спроси просто алексей семенович то еще дрова не покупал в этом году не пусть он дарил что люди как нанимать хотел сколько у него баня наша баня была когда все уже рушил до того старательный везде вот я его как раз и прозвал хороший человек чтобы долго не объяснять и на Рыжевский пруд там с одним старообрядцем приехали а жена его стоит на улице на берегу ну ну что вот так вот грязи то я говорю ну ладно хоть одна польза что то бы я с хорошим человеком туда пришел она как уступил она как уступила за это что мой муж то нехороший ударцев анатолий васильевич и жена люба была страшно ремнивая старообрядка я на Рыжевский вон выше лего закупа дорога ох ты миров ну выйдю хоть маленько то вылез вылез туда Семен Михайлович фотографируешь что ли ну да на память выходи оттуда сейчас расчешу боже да ладно расчесывать я тебя кое-что спрошу Бухту как звали? а? Бухту как звали? в Потеряевке на конце деревни жил Бухта фамилия как его звать было? подожди а ты его знаешь ну неужели не знаю земловей да? но 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 ну 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 ладно Ухта да ты с какого года? год рождения твой какой? меня? да тебя 86 будет скоро так слушай ты Игнатий Тихонович ну да мне 81 идет да а тебе сколько? 81 идет ага а мне 6 ну ты то стареет там все а я тебя слушай не узнал Куманев а что ты не узнал то? я каждый день на работе как ты меня узнаешь? слушай ты за что это темно видишь ты не знаю еще говоришь ха ха ну пойдем да ладно да ладно сиди не ходи а то ты упадешь еще а что ты лежишь то непонятно а а зачем лежишь то? ты утром встал помолился гимнастикой занялся а что ты лег и лежишь слушай слушай Академик Углов операции делал 101 год ему был слушай я Тихонович ну я стал гимнастикой занялся тыкву полил что он говорит? он говорит стал гимнастикой занялся тыкву полил ааа тыкву полил понятно ну а мы там своими делами занимаемся дороги правим пруды выправляем вот молодцы рыбачим так вы на ком? как поправляетесь? ну как нанимаем бульдозер ааа нанимаем платим вот он привезут за то что привезли 25 тысяч чтобы увезли еще 25 а потом за каждый час 1700 ооо о молодцы ну все отработали ладно не будем беспокоить слушай Алексей то на другой улице живет? на другой улице а как ему вниз спускаться или поверху? слушай а второй дом от края от этого края второй дом а ты знаешь у меня у тебя какое прозвище я тебя как звал? как? как? я начну объяснять как я говорю хороший человек вот хороший человек это ты значит я с тобой на рыбалку собирался пройти тут одна приехала с мужем ну никак с тобой а потом когда мы зашли там грязь одна там ничего нет рыжковский пруд то я говорю ну ладно хоть та польза что я с хорошим человеком не пришел ну что? она как усыпилась да что? мой муж плохой давай посиди маленько нет мы пойдем пойдем мы сейчас мы Алексея приехали попроведать слушай а Игнатий Тихонович я был тогда хороший когда молоко возил ага нет ты всегда с моим отцом там дружно был в бане ходили вместе ага ну а потом иду а он и здороваться не стал еду я а он идет ха 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 ладно а кто у вас из живых то осталась? Варвара одна? а? кто живые остались? Варвара одна? живые кто? Василия нет Ивана нету Марфы нету Агафьи нету Мельчаков узнал Иван то это ну это двоюродный брат слушай он помер а что он помер то почему? помер ну а что помирает? ну какая то причина есть ну какая ходил он не курил не пил не курил не пил ну а что помер то? ну помер ну наверное сердце без дела сидел потому что работать надо было не на пенсию идти он же бульдозерист какой хороший был ааааа слушай работу а что от работе кони дохнут ха 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 а ты буденного Семена Михайловича слышал сколько он жил? 93 Так что живи, давай радуйся. Благодарю Богу. Вот только в Мельщикову жили. А в Мельщиковых никого нету больше. В Мельщиковых Галина. Ну Галина то жена, она к Росту то не только жена. А Анна. А кровно то она не относится. Ну а там уже дети. Ну мы пошли, все. Подожди, подожди. Я же не поздоровался. Здорово. Ой. Ага. Ну же завтракать пойдем. Нет. Мы уже давно позавтракали. Мы сейчас с рыбалки едем уже. Так слушай. Тихо же. Мы подняли воду то на втором мостике то. А там отрожек. Мы один раз прошли бреднем то. И сто двадцать килограмм рыбы вытащили. Сто двадцать? Да. Один раз сто пятьдесят. А как? На ком? Бредень. Бредень сделали. Бредень. Ааа. Бредень. Мотня длинная. Ну вы продали ее. Да это мелочь. Мы ее сушим. Она сушеная в русской печи. Ааа. А сетью сегодня поймали караси. И караси хорошие большие. Гальяны. Гальяны были. Гальяны. Агафья говорила, самая лучшая рыба этой гальяны. Она права. Не подавишься. Она хорошая, я знаю. Костейник. Я ловил. Вот. Ага. Я поделился. А я тебе, слушай, куманек, не узнал, а? А что бы ты узнал-то? А видишь дело в чем? Ты стоишь и затемненный это. А у тебя глаза уже плохо видят, да? Ага. Да нет, я так. Да ты бы в интернете работал, смотрел. Чего ты так это поддался-то? Слушай. Главное, тружи потеряешь. У тебя интернета нету? Кого? Интернета нету? Интернет тебе надо. Интернет тебе надо. Интернет надо. А у вас-то есть интернет? Нету? Есть. Есть? Мы вам дадим сейчас. А это, слушай. Очень. Большой. Андреев, сынок, я, да? Нет. Нет? А ты находишь с Игнатом. С Игнатом Тихиновичем. Кто? Ну, надо ножницы взять. У меня в кармане тут есть. Подожди. Сейчас. Кум. Ну да. Разбери тут. У меня в кармане ножницы. Сейчас, сейчас, сейчас я дам. Подожди. А, о. Не надо. Я вам визитку оставлю. У нас очень большие ресурсы. Вот посмотрите. У нас 16 тысяч 300 роликов только больше. А. Что за корову? Тебе это не надо. Не надо. Нет. Ты не знаешь что-то такое. Ну, слушай, я это не узнал. Там ютуб, форум, сайт у нас. Ага, хорошо. Очень огромные просто материалы. Спасибо. Спасибо. И то, что мы разговариваем, и через 10 дней увидите там. Ну, хорошо. Так. Значит, рыба будет у вас в пруду. Так. Это на втором мосту. А. А. Он говорит, я знаю, значит, будет рыба у вас на втором мосту. Да, так она и есть. А ты глухой стал тоже. Нет, я хороший. А. А это, кого слушать-то? Рыба она не разговаривает. У нас появились журавли, поселились на втором мостике. Вы бы чай зашли к нам попить. Где работник-то? Там. Здорово, говорит Сва, до теля отыскать. А ты что с... Ну, Акиму Тихоновичу там привет передавай. Хорошо. На могилку-то ходите, проведываете там. Да. Там мой тятенька. Все хорошо. Ты деда Мина Павловича знал? Нет, не знал. Не знал. Мой дедушка. Ну, пошли мы все, с Богом. Ну, слушай, ага. Да. С Богом. С Богом. Тебя как звать-то? Сергей. Сергей. Да, нынче-то дрова-то будем колоть у вас? Нет, не знал. Да. Тогда Алексей Семенович сейчас спросит. Нет, наверное. Наверное, нет, да. Так, Сергей, ты приезжий. Да, я с Барнаулина. А нет у меня дров. Покололи, пораньше будем. Да. Пораньше бы не было. Ну, оставайтесь с Богом. Ага. Ну, приветик передавай там. Устиновый. Какой? Устиновый? Ну, давайте я вам дам. Да нам дадим. Да? Да нам дадим. Ну, че, пойдем, брат. Пойдем. С Богом. С Богом. Возьмите печенюшки чай. Спасибо, Христов. Спасибо, Христов. Ну, спасибо. Возьмите печенюшки чайку, возьми. У нас никто не ест это. Дело в том, что для рыбы чашку возьми два харася. Попроси чашку, ты хуже меня слышишь? Чашку попроси. Не словно говоря, сразу протягивать руку, как-то безрассудно так. Они, говорит, с Завявова привезли караси себе. А, ну поехали. Как раз Завявовская сеть у нас. Отвечай.